МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раздельный мусор, для чего он нужен, рассказали жителям Бейска. Полоса препятствий и кто отремонтирует брошенную дорогу на социалистической. С этого и начнем выпуск. Начатую, но так и не сделанную дорогу на социалистической должны отремонтировать до середины ноября. Контракт заключили с единственным участником аукциона, бийским предприятием «Дорожник». Сумма контракта составила 47 миллионов 200 тысяч рублей. Напомним, ремонт тут начали в начале лета. Подрядчик предприятия ДСО-1 срезала имеющийся асфальт, после чего работы остановились. И проезжая часть стала настоящей полосой препятствий. Все дело в том, что у подрядчика возникли финансовые трудности, что обернулось для предприятия судом и первой стадии банкротства. Добавим, что в Лоте, помимо ремонта дороги на улице Социалистической от Ударной до Иртышской, идет и ремонт дороги на Митрофаново от магазина «Клаксон» на спуске на «Зеленый клин» до улицы Вали Максимовой. По муниципальному контракту ООО «Дорожник» должны завершить ремонт на двух участках до 15 ноября. Завалы разобрали, впереди большая стройка. На бийском предприятии «Алтайский бройлер» восстановят сгоревший корпус. О том, когда планируется запуск производства, а также где и чем сейчас занимаются сотрудники, накануне с нашей съемочной группой поделился руководитель завода. Подробности расскажет мой коллега Евгений Плохотин. Ему слово. Сейчас, глядя на эти руины, верится с трудом, но до конца года руководство «Алтайского бройлера» намерено запустить производство продукции. Большая стройка начнется уже вот-вот. Подрядчика определили, проект тоже имеется. По сути, новый корпус от сгоревшего особо отличаться не будет. Если посмотреть вот прямо, мы демонтировали старый цех, вот где кран работает сейчас. Мы провели демонтаж старого цеха. Старого цеха, который не… Цех какого? Он был цех нестандартной, убой нестандартной птицы, который уже как бы потерял свою актуальность. Да, мы его демонтировали, и на этом месте будет цех по производству готовой продукции глубокой переработки. Это котлеты, колбасы, маринады. То есть эти все вопросы, которые ставились на февраль-март 2022 года, они у нас все в графике, и мы параллельно ведем строительство этого цеха. После запуска будет и расширение. Причем не только производство, но и штата сотрудников. Появится несколько сотен новых вакансий, что для нашего города очень актуально. И как мы планировали, в 2022 году увеличить количество рабочих мест, мы планировали 200 человек добавить. Поэтому все эти планы, которые были поставлены, они как бы все в графике, и мы их выполним. В настоящее время на заводе, расположенном в Бийске, официально отчислится больше тысячи человек. Людей, как заверил руководитель филиала Румиль Зинюров, никто не сокращал и не увольнял. Я сейчас в отпуске, и сказали, 31 августа прийти, там посмотрим. Заявление на отпуск написали порядка 300 человек. А те, кто свое уже отгуляли, а это около 400 работников, находятся в вынужденном простое. Но при этом им, согласно трудовому законодательству, выплачивается компенсация. Есть сотрудники, которые приняли предложение и уехали работать в другой регион. Сейчас, если все пойдет по плану и не подведут строители, то уже ориентировочно в октябре люди выйдут на работу. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, Будни. Всероссийский фестиваль народного творчества имени Михаила Евдокимова «Земляки» пройдет в дистанционном формате. Стартует он уже завтра, 6 августа. При этом заявки на участие, а их порядка 80, поступили от коллективов и исполнителей не только из Алтайского края, но также Московской, Новосибирской, Свердловской, Томской областей и Республики Тыва. Выступления участников представлены в разных жанрах. Хореография, народная и духовая музыка, художественное чтение, народный и эстрадный вокал. В финале примут участие 29 коллективов и исполнителей, ставших лауреатами. Их выступления зрители смогут увидеть на официальных страницах фестиваля в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Кроме этого, часть мероприятий фестиваля перенесли на 6 декабря, день рождения Михаила Евдокимова. В частности, в поселке Верхобском Смоленского района запланированы праздник детства в гостях у Михаила Сергеевича, конкурс детского рисунка «Родина – это Алтай» и фестиваль народных талантов. На 5 августа прививки от коронавируса поставили более 52 тысяч бейчан. Это 50% от запланированного числа жителей города. Тем временем в организации и учреждения Бийска стали поступать рекомендации, как поступать с сотрудниками, если те отказываются идти в прививочные кабинеты. Работодателям предложено разработать и довести до сведения своих сотрудников ведомственные приказы, в которых должно указываться на необходимость вакцинации от COVID-19, сроки ее проведения с предоставлением в дальнейшем информации о прохождении или отказе от вакцинации. Отметим, что на одном из последних заседаний представитель Роспотребнадзора особо подчеркнул, что за иммунизацию сотрудников ответственен руководитель. Между тем, схема предоставления медотводов изменилась. Теперь справки от терапевта недостаточно. Необходимо заключение ВКК. Также стало известно, что на предприятиях, где вступил в силу приказ о вакцинации, а сотрудник не предоставил соответствующие документы и отказался от прививки без уважительной причины, то на основании Трудового кодекса он может быть отстранен от работы без сохранения заработной платы. А теперь расскажу о ковид-статистике. В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 276 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Барнауле – 98, в Бийске – плюс 27. По состоянию на 5 августа на лечении в инфекционных госпиталях региона с диагнозом коронавирусной инфекцией находятся 3078 человек. Кроме этого, 545 пациентов с диагнозом вирусная пневмония. Количество тяжелобольных – 792. Из них подключено к аппаратам ИВЛ – 229 пациентов. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки выздоровели 125 пациентов, умерли 25 человек, 24 из них от COVID-19. В возрастной структуре заболевших в последние недели преобладает возраст 30-49 лет, а также возраст 50-64 по удельному весу. По показателю заболеваемости преобладают возраста также 30-49, 50-64 и 18-29. Как раз это возраста трудоспособного населения. Мы продолжаем, и вот о чем расскажем дальше. Прятал товар под сидением детского кресла. В Бийске задержали закладчика наркотических веществ. Раздельный мусор. Для чего он нужен, рассказали жителям Бийска. Финальная летняя распродажа курток и ветровок. Только до конца августа. В Ермаке скидка 50%. Спешите. Митрофаново 35. Остановка вокзал. Бийские сотрудники полиции задержали мужчину, который занимался распространением наркотиков. В ходе обыска у него нашли запрещенные вещества двух видов – марихуану и синтетику. Где? Под детским креслом? Да, он там. Нет, нет, нет. Да, он там. Это у вас? Капот на капот. Толку что нарвал? Нет. Когда нарвал? Когда нарвал? В течение дня. Поздним вечером в Нагорной части города полицейские остановили автомобиль. За управлением находился ранее судимый бичанин. В салоне машины под детским сиденьем правоохранители обнаружили пакет с веществом растительного происхождения, а в рюкзачке находились свертки, обмотанные изолентой. В ходе беседы с оперативниками бичанин рассказал, что работает закладчиком, и показал место, где правоохранители изъяли полимерный мешочек с порошкообразным веществом. По заключению экспертов, житель Наукограда хранил и готовил к распространению более полукилограмма наркотиков синтетического происхождения и около 40 граммов марихуаны. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под арестом. Какие твердые коммунальные отходы подлежат переработке, а какие нет, знают теперь юные жители квартала Трест. В Бийске состоялось первое мероприятие для детей и их родителей, на котором объяснили, для чего необходим раздельный сбор мусора. Место проведения сквер-строителей организаторы выбрали не случайно. Рядом установлен эко-бокс, один из шести действующих сегодня в нашем городе. Место мусора бросают только в мусор-коне на землю. Когда бросаешь мусор на землю, природа загрязняется. Мы приучаем своего ребенка, чтобы он мусор мимо урны не кидал, только куда надо. Для того, чтобы сохранить Бийск для будущих поколений, сегодня недостаточно. Только не бросать фантики и бутылки мимо урн. Все больше в нашем быту образуется мусора, который можно и нужно перерабатывать. Так и ресурсы сэкономим, и землю от загрязнения спасем. Эти мероприятия нужны для того, чтобы до детей, до нашего поколения, младшего, которые будут на нашей планете жить после нас, понимали о том, что такое мусор. Что это самая большая-большая глобальная проблема, которая сейчас стоит во всем мировом сообществе. Это не только в рамках города Бийска, Алтайского края или Российской Федерации. Сейчас тема экологии – это самая злободневная тема дня во всем мире. И проблема отходов, она стоит очень остро. И хотим донести очень детям нашим о том, что просто так бездумно выбрасывать мусор не нужно. Что у мусора может быть вторая продолжительная жизнь, а то вторая, третья, а то еще и четвертая может быть. Мы сейчас вас научим, ребят, научим вас сортировать мусор, узнавать их по треугольникам. Научиться пользоваться экобоксами рано или поздно придется не только детям, но и взрослым. Попрактиковаться можно уже сегодня. В Бийске на данный момент установлено 6 контейнеров для раздельного сбора мусора. До конца года их будет 30, еще 14 экобоксов появятся в местах общего пользования – в парках и скверах. В городе планируется вводить раздельное накопление отходов. Будут устанавливаться кондейера для раздельного сбора. Для того, чтобы их устанавливать, нужно сначала показать, что, какой отход, в какой контейнер все-таки нужно. И чтобы для того, чтобы люди выбрасывая и сортируя эти отходы, они понимали, для чего это нужно. Не просто, что их заставили отсортировать, а для чего это все-таки, в конечная цепочка. Потому что сейчас будут рассматриваться варианты строительства сортировочного завода. В ближайшее будущее он уже будет поставленным. И для того, чтобы нам его запустить, нам все-таки придется вводить раздельное накопление. Игра – самый лучший способ наглядно показать детям, что такое мусор и как его надо сортировать. Так родилась идея проведения вот таких уличных эко-праздников. Это первое такое мероприятие проводим. Что-то вроде экологический праздник двора. Именно из окрестных домов мы позвали сюда ребят, их родителей, специально не из других районов города. Там мы тоже проведем. Надеюсь, что у нас хватит запала, энергии. Инициатор экологической акции – региональный оператор по обороту твердых коммунальных отходов. В планах организаторов провести еще несколько подобных праздников в августе. Продолжится все и после начала учебного года, только уже на школьных площадках. Мнение родителей и бичан постарше однозначно – это надо делать. Наши дети, моя внучка, как дальше будет жить? Какую землю мы ей оставим? Вот для этого надо, надо, надо. Будем раздельно собирать место, не жалко. Кстати, установить экобокс во дворе своего дома могут все желающие бичане. И сегодня главная инициатива и желание, чтобы Бийск стал чистым и современным городом. Марина Волкова, Андрей Сегаев, Будни. А теперь пришло время рассказать о погоде на завтра. 6 августа в Бийске будет малооблачно. Ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный слабый, сменяющийся западным. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха будет высокой. Магнитное поле Земли спокойное. Ночью плюс 16, плюс 18. Днем плюс 20, плюс 22 градуса. И это все новости на сегодня. Все вам самого хорошего. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, в группах «Бийск мой город», на ютубе, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!